Моя деятельность связана с онкологией. Я открыла школу пациентов именно в отделении мамологии, которые помогают женщинам, перенесшие рак молочной железы. Рак молочной железы сейчас занимает первое место в Кыргызстане по заболеваемости. И моя работа связана именно с реабилитацией, с протезированием, с психологической помощью. А также мы ведем очень большую разъяснительную работу в регионах, в областях, чтобы женщины не допускали эту заболеваемость. Вообще я очень мечтала бы, чтобы медицина у нас стала бесплатной. Почему? Потому что многие женщины в связи с материальным положением, из-за того, что нет денег, они не могут приехать, обследоваться полностью и допускают большие проблемы в своем здоровье. Когда мы проводили профосмотр, бесплатный профосмотр с нашими онкологами в таких регионах, как Ошская область, в Таласе, Иссыкуле и у нас же в Массиве, мы обнаружили очень много женщин, которые носят эту заболеваемость. Я очень благодарна, что меня пригласили на этот тренинг, потому что все-таки лидерские качества, они должны, мы должны научиться, как себя вести с пациентами, как вести с руководителями, как вести с депутатами, что мы хотим, наши требования, наши предложения должны грамотно, правильно преподнесены. Я хочу как лидер вести за собой своих пациентов, чтобы они не боялись, чтобы они были сильными женщинами, не дома оставаться и плакать, и переживать за свою болезнь, они должны быть сильными. А у меня в школе есть очень сильные женщины, которые победили рак, которые сейчас живут с очень тяжелым диагнозом, и они сейчас тоже сильные, мои героини. И для того, чтобы их научить, я должна сама быть лидером.